Итак, ребят, и полезный рост цен. Да как, Рига, отрицательно, отрицательно. В разных магазинах всё по-разному, самое главное. Самое плохое, что скоро жрать нечего будет. Тут магазины в цены поднимутся, не на что будет покупать. Не на что будет покупать. Людей денег нету, деньги кончаются уже. Отрицательно. Почему? Да потому. Нам же надо сейчас победить всех. Победить? Кого? 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 Чё за кого, бля? Если говорят, у нас всё есть, продукты есть, почему же они растут тогда? Две минуты осталось. Урожай у нас уже собрали до того, как. Дай дону в отставку. Ну как? Что ж, Горис, Морч, не знаю, где попалось. Ничего в этом хорошего. Но, опять же, война. Ну, вернее, спецоперация. Отвратительно, отвратительно. Пенсии не прибавилось, а цены прибавляются. Расстраиваюсь. Замечательно. Ну, спасибо Владимиру Владимировичу, наверное. Очень плохо. Ну, какой незначительный рост, а? Чё д***-то? Сигареты подорожали на 60%. Ну, какое это? Или песок сахарный. Всё-всё, всё подорожало. Поменьше будем есть, это здорово. Никак, никак. По барабану? Да. У вас не касается рост цен. Он излишёв спрашивает, как вы относитесь к росту цен? Не касается. Это потрясающе. Ну, да. Что-то впечатляет. Не знаю, я в политику не лезу. Мы россияне, мы всё вытерпим. Хорошо. Негативно, конечно, когда цены растут. Зарплаты не растут, а цены растут. Я нормально реагирую, я всё понимаю. К тому же, сейчас цены начали обратный отскок. Чего-чего? Стагнировать. Плохо? Очень плохо, конечно. Лично. Отвратительно реагирую на этот рост цен. Пока нормально, пока терпимо. А запасы кончатся быстро. Мы россияне, мы всё вытерпим. А как отрицательно. Почему? А почему? Потому что не хватает вообще пенсии. Как можно реагировать с меньшей пенсией? Так нам победить надо в АБМУ или кого? А как ты победишь? Мы бороться пойдём? В АБМУ Байдена-то победить надо нам. Наша страна могла бы зарабатывать очень больше. И давать очень большие ресурсы, которые мы можем сами дать своей стране. Бытовая техника, видели на 50% по официальным данным? Мы телевизор не каждый день покупаешь. Верно? Да. А если сломается что-то? Если монтируем. Вот у меня пылесос сломался, мотор сходил, купил, поставил, сам. И всё. Сколько лет пылесосу-то? Ой, наверное, лет 40. Лет 40. С 77-го года. Всем молодой ещё. Да. Как вы понимаете, ни у кого в мире пока что ничего подобного нет. И не предвидится, видимо. Видите? Посмотрите, какой аналог. Аналог, которому в мире аналогов нет. Могу, могу поэтому пройтись. Байден. Нас просто так не возьмёшь. А кто собирался брать-то, я не понимаю. Негативно. Почему? Потому что эта война задолбала нафиг. Ну, вернее, спецоперацию. Ой, да нам фенсии на всё хватает, роднулечка. Так что мы довольны и живём в своё удовольствие. Круто. Так что отлично живём. Отрицательно. Если сахарный песок стоил 50, а стал 70 с лишним. А сколько к сахару так это? Нет, как для вас? Для меня рублей, наверное, 150. 50. Это сахар. Сахар, да. Мы к всему уже привыкли. Ко всему. И к этому привыкли. Ничего, будет всё нормально, я считаю. Не согласны вообще, не согласны с таким ростом цен. Вообще все в шоке. И я не знаю, как люди с такими маленькими зарплатами вообще будут выживать сейчас. Скоро травку будем есть, проживём. Всё нормально, я считаю. Да как, я отношусь равнодушно к этому. К росту цен. И к росту, и ко всему. Ну, жизнь такая, всё поднимается, всё дорожает. Тут хоть возмущайся, хоть не возмущайся. Вообще предела нету, да, к росту? Предел может будет, когда наступит. Но наступит, я думаю, когда в гроб ляжем. Вот и предел есть будет. Спасибо. Круто, спасибо. Ну, а что нам ещё делать-то? Нас все хотят захватить, поработить. Ой, Америку. Это, бери. Не хочешь. Да мы будем, я не знаю, вот снег чёрный есть. Лишь бы только жёлтый не ешь. Пенсия не прибавлена, ничего не прибавлено. А цены уже выросли. Ну, нам прибавят, конечно, я понимаю. Государство, что прибавят пенсию. Но, тем не менее. Всё идёт с опозданием у нас. Байден думает, что вон они, цены нам повышают. Сил у нас не будет, мы пойдём, проиграем. А знаешь, что я тебе скажу? Я тебе... Бери. Чё? Вот ему, блядь, этому Байдену, нахуй. Это если телевизор сломается. Ну, вы есть возможность купить? Нет, конечно, нет, нет. Вот Байден тебе. Да за шо, блядь? Понял. Я пошёл домой. Отвечательно. Всего? Людям надо на что-то жить. С нашими зарплатами. Я вот. Нам победить надо, Абэму-то, или Калбайдена. Обязательно нужно победить. Так и победим. Всё, что ещё? Бля, надеюсь, Байден не будет смотреть это видео. Испывается. Я могу сказать, Россия, слава России. Как-то... Ну ладно. Согласна. Некоторые товары в два-три раза подорожали. Конечно, отрицательно. Байден, ты зачем это сделал? Как время такое, все хотят нас захватить, поработить и оседлать. Мы потерпим, поэтому мы не хотим сдаваться, не хотим, чтобы нас поработили. Сколько ещё нужно потерпеть? Ну, сколько придётся, мы терпеливый народ. Сколько придётся, столько и будем терпеть. Байден, вот, а видел? Фигу. Фак! Холодильник сможет когда-нибудь победить телевизор? Холодильник? Навряд ли. Телевизор сейчас... Это... Это зомбирование. Холодильник сможет победить телевизор? Нет. Нет. Телевизор сильней? Сильней. Слушай, пропаганда больше. И много в коне. Сможет холодильник когда-нибудь победить телевизор? Вряд ли. Вряд ли. Я думаю, что нет. Телевизор сильней? Телевизор сильней, да. Холодильник победит когда-нибудь? купите новый снят если сломаться уже не купим вот байден тебе возможно ведь новый не сломается все пиздец потому что телевизор это дело сильное но голод не тетка как-то отражается вообще рост центра а как ты думаешь если простите меня страна в жопе что будет со страной которая была встроена в глобальную экономику ее просто наживо вырезали живьем вписав такой позор простите меня мы не отмоемся от этого всего по телевизору говорят нас хотят захватить много чего могут говорить нас хотят захватить идти чтобы захватить кого-то надо чем-то обладать таким чтобы это привлекало это первое второе 21 век все бизнесы которые были более-менее доходные делали налоги тому подобное процентов 50 может больше плюс-минус участвовал иностранный капитал люди говорят теперь у нас будет все своем и будем как бы я свое будет простите напросто будете лопухом в жопу вытирать извините если вы режете блин жалко будет конечно вот едут машины как много машин которые делают у нас как много там отечественных запчастей покажи пожалуйста он газы покажи покажи вот газик покажи вот скажите сколько там уже запчастей чисто наших он машины стоят тоже сколько их наши насколько они наши нет никогда так стыдно не было за свою страну как вот за эти последние 10-15 лет я прожил уже ну в этой стране что я полвека прожил я такого пиздеца простите за мой французский нигде не видел нацию а теперь можно пойти поиграть выгружки эх конечно тяжело тяжело а че еще на этом канале снимают я даже на него подпишусь интересно получилось я раньше на его видос натыкался там кайта клоунада была мне не нравилось а вот этот видос мне понравился мозгов нету от скупает нас здесь в этом углу поют нас здесь давни шо зачем люди скупают сахар мозгов нет у меня просрочка это не три минуты просрочка это как минимум на час на здесь в этом углу песка общение дать завт данный момент и сегодняшний день матушки мои где он живет что-то за город а вы замечали что где-то магазинах там нет сахара да во всех нету вот неделю без песку сидел сохрани эту неделю нету давайте опрос проведем кто сейчас на стриме в чате девочки или мальчики давайте ребят приведем опрос если вы девочка выбирайте девочек если вы мальчик выбирать чё я блять что я сейчас опрос появится в чате чё я и понимаю я что я пол твой какой вот я например мужской а если не определился ну тогда и не надо ничего выбирать сиди думай кто ты какой ламинат вас ламинат нихуя себе вы конечно богатые блять богатые ничего не скажешь слушай а мне говорили видите что у меня типа девочек меньше стало нихуя по моему стало больше раньше пацанов было больше я помню но последние разы когда я помню еще давно опросы делал мне было 60 процентов пацанов 40 процентов девочек сейчас 40 процентов 49 процентов и 51 нормально блять а спекулянты придерживают сахар всегда есть ну пусть он подороже ну что теперь поменьше будем есть это здорово круто нот я тоже купила килограммов 15 на цичь и блять ну чё опять за хуйня короче понятно просто нет смысла проводить и начинает хуйней заниматься при этом парни выиграли поздравляю мужики вы победили это здорово причем блять три человека разница была буквально а шо и активнее надо было голосовать вот тебе по один килограмм сахара мне его на три месяца хватает вот купил в декабре еще две упаковочки по килограмм сахара вот одну даже еще не скучно вроде скачался будем устанавливать люди услышат и потом придут к вам за сахаром мы сейчас шли обсуждали эту тему что они на черный день да мне кажется них там шкаф какой-то отдельный большой черный день как черный день сахар поможет я вообще чтобы понимали вообще без без сахара живу я как бы чай не пью мне просто некуда этот сахар добавлять я вообще сахар не употребляю вообще ни в каком виде в обычном виде как сахар выглядит то есть я одну для его нет а даже если вдруг у меня появится настроение желание выпить чай я его пью без сахара у меня как бы сахар не нужен даже если бы я пил чай так и соответственно а на кой хуй мне сахар ну это я а вот чё другие за ним бегают не понимаю вау такой уникальный да не я это говорю для того чтобы у вас тоже появилась мотивация не употреблять не употреблять сахар уже сахар это вредно пузо будет там понимаете до бока вот эти жирок соответственно вы можете там услышать мою историю и таки бля я тоже хочу так как хэсус не буду с этого дня употреблять сахар и все похуй вредно почти все ну так вот именно если вредно почти все то если у тебя есть возможность отказаться от чего-то вредного то откажись если вредно все то не значит что теперь надо все вредное жрать чем меньше вредного тем лучше чем больше вредного тем хуже атульский пряник негаишь можно иногда что-то скушать там прянику хуйню там не знаю вот у меня киндер есть например да вот иногда можно конечно сладенькое сожрать желательно конечно фрукты чтобы это были какие-то фрукты то есть натуральный продукт а не какая-то химия ссанна я их к стати помогают у меня тоже порой бывает желание такое жесткое что-то сладкое сожрать обычно у людей когда появляется желание сожрать что-то сладкое они бегут за конфетками печеньками и прочей херней вредные а зачем если есть Например фрукты Которые и вкусные и сладкие Еще и бывают полезными Берешь и жрешь что-то из фруктов Ягодки какие-нибудь И все По сути то же самое Только при этом еще и полезно Это не та сладость Они не очень сладкие Что блять Нормально они вообще-то Если взять спелый ананас Он очень сладкий А арбуз тоже достаточно сладкий А дыня вообще балдеж Виноград тоже сладкая хуйня Сори за мат Манго Реально Хотя я понимаю конечно Это стоит наверное дороже Чем какая-нибудь шоколадка сраная Но здоровье оно бесценное Не волкозу Не волкозу Я не знаю почему Не волкозу Не волкозу Я не знаю почему Не волкозу Не волкозу